Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей Амурского областного телевидения в студии Оксана Холодова. И вот о чем расскажем сегодня. 7 рублей 90 копеек. Взнос на капитальный ремонт в 2018 году не изменится. Погоня со стрельбой. Благовещенским полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить водителей лихачей. Наказали зарогатых в тынде, штрафовали владельцев коров, свободно разгуливающих в центре города. Взнос за капитальный ремонт в 2018 году не изменится. Амурчане, как и раньше, будут платить с квадратного метра 7 рублей 90 копеек. А за сквернение символик региона введут административное наказание. На очередной сессии законодательного собрания эти два решения амурские парламентарии приняли единогласно. Всего же на заседании депутаты рассмотрели более 50 вопросов, как регионального, так и федерального значения. Продолжит Ирина Кобзарь. Размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов амурские парламентарии утверждают впервые. Раньше тарифы рассматривали в правительстве области. Документ подписывал губернатор. В своем решении парламентарии были единогласны. Повышать тариф в следующем году нельзя. Это ударит по карману амурчан. В этом году принимает ЗАГС собрания минимальный взнос по капремонту и в этом году оставили его без изменений. То есть мы все равно считаем, что ставка по минимальному взносу на капремонт достаточно высокая и думаем, что услуги ЖКХ не должны превышать 10% от средней заработной оплаты по региону. Нельзя ни в коем случае поднимать взносы на капитальный ремонт. Чем мы обосновывали? Тем, что уровень инфляции вырос на много, уровень цен вырос на порядок и мы тем самым, если поднимаем, то усиливаем нагрузку финансовую на наших жителей. В итоге размер взноса на капитальный ремонт остался на уровне 2017-го. Амурчане будут платить 7 рублей 90 копеек за один квадратный метр. Закон приняли в окончательной редакции. А вот меры социальной поддержки многодетным семьям пока рассмотрели только в первом чтении. Теперь для получения выплат дети должны проживать с родителями. В практике работы органов соцзащиты нередки случаи, когда за мерами соцподдержки обращаются семьи, в которых один или несколько детей совместно с родителями не проживают, живут в семьях других родственников, зачастую с бывшими супругами, бабушками. Правда, поправка не затронет тех детей, которые учатся очно в других городах. Также в первом чтении депутаты поддержали и изменения в проект областного бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. С этого дня начинается очень напряженная работа всех депутатов, комитетов, фракций над проектом, потому что сроки сжатые и необходимо уже все решения передать в наш комитет до 14 ноября. До конца года амурским парламентариям предстоит встретиться еще трижды. Одна сессия пройдет в середине ноября, две запланированы на декабрь. За два месяца депутатам предстоит рассмотреть десятки вопросов, среди которых, пожалуй, самым главным остается проект бюджета на следующий 2018 год. Также на повестке и вопрос адресных выплат обманутым дольщикам. Ирина Кобзарь, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение. В Российском министерстве финансов одобрили проект бюджета при Амуре на 2018 год. Причем такую проверку он проходил впервые. Теперь главный финансовый документ региона внесен на рассмотрение депутатов законодательного собрания. Комитетам Амурского парламента, правительству и органам исполнительной власти предстоит совместная работа над бюджетом. Также состоятся публичные слушания по проекту закона. По плану дохода областного бюджета в 2018 году составят 39,7 миллиардов рублей. Расходы 34,8 миллиарда. Таким образом, бюджет формируется с профицитом почти в 5 миллиардов рублей. Как сообщается на сайте областного правительства, бюджет на ближайшие три года сформирован за счет собственных доходов. Целевую финансовую помощь от федерации учтут после того, как в Госдуме утвердят законопроект о госбюджете на ближайшую трехлетку. Бюджет при Амуре сохраняет свою социальную направленность. Также в нем учли наиболее значимые направления госсектора экономики. Расходы на дорожную деятельность, сельское хозяйство, поддержку коммунальной отрасли. В главном документе области также учли увеличение объема дотации местным бюджетом на 635 миллионов рублей. С проектом закона можно ознакомиться на официальном сайте Министерства финансов области. Новым секретарем Свободненского отделения партии «Единая Россия» стал Юрий Романов. Коллеги однопартийцы выбрали его кандидатуру практически единогласно. По результатам тайного голосования за Романова проголосовали 30 из 34 делегатов. Также на политическом совете выбрали делегатов для участия в региональной конференции. В партийном совете участвовали 25 делегатов от первичных отделений и 9 по статусу. Действующий секретарь Валентина Круг написала заявление о сложении своих полномочий. Новый секретарь был избран в ходе тайного голосования. Из 25 октября местное отделение партии возглавил действующий глава города Свободного Юрий Романов. За его кандидатуру проголосовали 30 из 34 делегатов. Большая задача передо мной и перед всем партактивом все это наладить, всю работу и доверие народа, что говорят, что партия власти «Единая Россия», а это еще и тяжелое время, которое нужно доказать, что ты еще лучше всех работаешь, берешь на себя обязательства, не боишься, какие-то цели, задачи. Амурские пограничники завершили летнюю навигацию на реке Амур. К российскому берегу причалили корабли, которые последними в этом сезоне выходили на охрану государственной границы. По многолетней традиции экипажам судов вручили жареных молочных поросят. За летнюю навигацию экипажи пограничных кораблей осмотрели более 300 гражданских судов и около 2000 человек. Следить за границей до ледостава пограничники будут с берега. Моряки Амурского погрануправления передали полномочия своим сухопутным коллегам. Позднее пограничные патрули выйдут на лед. Кроме того, вне зависимости от погоды, на боевом дежурстве пограничные суда на воздушной подушке. 4 тонны сои сгорело в Октябрьском районе. Пожар произошел в селе Смелое из-за возгорания комбайна. Пламя повредило заднюю часть техники. В момент возгорания в бункере находилось 4 тонны сои. Огнеборцы ликвидировали пожар за 12 минут. Причины и виновники происшествия устанавливаются. А в Тенге наказали владельцев коров, которые свободно разгуливали в центре города. Еще в начале осени животные спокойно передвигались по улицам. При этом специальных бирок у них не было. Представителям административной комиссии Тенду удалось установить владельцев животных. Оба предприниматели занимаются разведением крупного рогатого скота не первый год. Один из них уже дважды привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения. В этот раз мужчине выписали штраф в размере 10 тысяч рублей. Второго бизнесмена штрафовали на 5 тысяч. Двум жителям Архаринского района запретили охотиться за браконьерство. В феврале этого года мужчины выехали на охоту без разрешительных документов. Суд вынес свой вердикт. В итоге один из нарушителей лишен права охотиться на три года, а второй на год. Около полуночи 11 февраля охотоведы остановили нелегалов. Один из них мешал досмотру авто, отказывался показывать документы, а затем попытался скрыться. У нарушителей обнаружили расчехленный карабин «Тигр». Хотя сезон охоты на копытных уже завершился. Амурские полицейские устроили погоню за водителем, который при виде инспектора в ДПС пытался скрыться. Чтобы поймать лихача, стражам порядка пришлось применить табельное оружие. Сотрудники госавтоинспекции обратили внимание на иномарку, когда дежурили на трассе Благовещенск-Свободный. Водитель, увидев полицейских, развернул автомобиль и на высокой скорости направился в обратном направлении. На видео молодой человек, уходя от погони, выезжает на встречную полосу, тем самым создает опасность для других участников дорожного движения. Игнорирует требования стражей правопорядка остановиться. Сотрудники ДПС приняли решение применить табельное оружие. 22-летнего водителя и 19-летнего пассажира доставили в отдел полиции. Заставили административные протоколы. Также полицейские выяснили, что у автомобиля изменены маркировки кузова. По факту проводится проверка. Таксофоны возвращаются в Тынде. На здании почты установили один такой аппарат. Устройство можно использовать как для исходящих, так и для входящих звонков, отметили в администрации города. Установкой таксофонов занимается один из операторов связи. Всего аппаратов будет два. Воспользоваться техникой можно с помощью универсальной карты, которую планируют продавать в почтовом отделении связи. Экстренные службы, полиция, скорая помощь вызываются без карты. Сыграть на фортепиано, флейте, скрипке или баяне. В Благовещенске сотни одаренных детей. Только в городской центральной школе искусств сегодня обучают 800 ребят. В учреждении десятки кружков разной направленности. Музыкальные студии, камерный оркестр, хор, театральный кружок. С юными дарованиями познакомилась наша съемочная группа. Анастасия Гуленко всего 12 лет, но она уже вовсю играет произведения консерваторского уровня. Как говорят в школе искусств, когда специалисты услышали, как четвероклассница исполняет колокола, были просто поражены. Главная сложность – то, что надо пропевать мотивы и нужно играть всегда любое произведение с душой. Больше всего мне далось сложное 16-е, которые идут в конце. Настя, школа искусств, входит уже 4 года. За это время школьница освоила около 20 различных композиций. В выборе инструмента, говорит, не сомневалась. И сейчас ни на что бы его не променяла. С 2010 года в учреждении есть свой камерный оркестр. Говорят, создать такой коллектив может себе позволить далеко не каждое учреждение искусства. Тут и зал хороший нужен, но самое главное – одаренные дети. Они должны быть подготовлены. Играли грант на сумму 150 тысяч. Грант предполагает ряд концертов, то есть он долгосрочный. И предполагает ряд концертов, которые проводились как в прошлом году, так и в этом году. Я имею в виду сейчас учебный год. У нас два концерта прошло в прошлом году. Это был апрель и май. Отпусти меня! Я ты тут при чем? Да, Паша! Неужели ты отпустишь Сашу одну в сказку? Ведь идти придется через сказочный лес. Своя театральная студия в школе искусств работает уже четвертый год. Сейчас здесь занимаются 27 детей разного возраста. Руководит коллективом Ольга Васенина – актриса с 30-летним стажем. Сначала было сложно, непонятно. Я сама не знала, с чего начать. Это, конечно, интересно. Но, понимаете, и первый год они у меня просто бегали, носились по школе. И все не могли понять, что за этот предмет такой. Дети бегают, носятся по школе. А потом, через год, мы уже сделали первый спектакль, приняли участие в мероприятии вообще школьном. На нас обратили внимание, сказали, какие дети хорошие. На разработку одного спектакля у студии уходит примерно полгода. В репертуаре сейчас три постановки. Между тем, дети из этой театральной студии уже вовсю выступают на взрослой сцене. Участвуют в постановках Амурского театродрамы. Сейчас в Центральной школе искусств также обучают игре на флейте, хоровому пению, танцам. Здесь занимается 800 юных одаренных горожан. А по вечерам, кстати, в школе организовали занятия и для взрослых. Анастасия Петраш, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. 3 ноября в Преамуре пройдет большой этнографический диктант. С 15 до 17 часов на территории области будут работать 10 площадок, в основном в общеобразовательных учреждениях. Кстати, впервые из 30 вопросов диктанта 10 будут касаться региональной специфики, в том числе и Амурской области. Предполагается, что на вопросы диктанта ответят около тысячи человек. В прошлом году их было чуть более 600. Стать участником может любой желающий. Ограничений по возрасту нет. Итоги акции подведут в День Конституции 12 декабря. Курсанты из Перу, экваториальной Гвинеи, Армении и других стран вместе с благовещенскими студентами соревновались в знаниях по географии, культуре и международным отношениям. В областной столице впервые прошла молодежная интерактивная игра «Поднебесные вечера». Участие в ней приняла и команда ДВОКУ. Студенты из других государств, которые уже несколько лет учатся в России, говорят, за это время успели выучить русские обычаи и традиции. О викторине без границ расскажет Яна Лисовая. Встретились как-то жители Перу, экваториальной Гвинеи, Афганистана, Азербайджана и русские. Это далеко не сюжет избитого анекдота, а настоящие «Поднебесные вечера». Именно так называется интерактивная игра, которую впервые в таком международном формате организовали в Благовещенске. Провели ее в преддверии Дня народного единства, чтобы объединить молодежь. Игра данного формата в столь массовом масштабе проходит впервые в городе Благовещенске. Принимает участие 12 команд с различных учреждений профессионального образования города Благовещенска. И конкурсы будут представлены себя как интерактивами, так и заданиями на логику. Самая многонациональная команда курсанты ДВОКУ. Гуэма Абеса Хуан Хулиан приехал из экваториальной Гвинеи. В России живет уже третий год. Три года вообще в России. Это значит, что мы почти уже привыкли к жизни, привыкли к культуре, погоде. Ну, к всему почти, грубо говоря, к всему привыкли. Его коллега по команде Роланд Качеви родом из Бенина. Перед тем, как отправиться на поднебесные вечера, говорит, прочитал не одну книгу. Мы читали книжки, и то мы нашли информацию. Мы искали информацию через интернет. У нас там в ДВОКУ есть начальник курса, они тоже нам помогли. И вместе мы отрабатываем вопросы, которые могут быть. Кухня какой страны включает в себя блюда из лягушачьих лапок, какая страна на карте находится в виде сапога и, как называется, часть мужского костюма в виде юбки в Шотландии. Эти вопросы у благовещенских студентов не вызвали затруднений. Кстати, среди участников были представители самых разных вузов и курсов. Ну, разумеется, блесну тюмом. Мы понимаем, что мы здесь самые младшие среди всех, потому что мы первокурсники. Ну, как бы, показать себя. Надеемся на победу, но мы будем стараться. Организаторы уверены, студенты с пользой провели время и на деле доказали – дружба границ не имеет. Кстати, такие международные поднебесные вечера планируют продолжать и дальше и сделать хорошей традицией. Яна Лисовая, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение. Полицейские Благовещенска прикормили лису на посту ГИБДД, который находится при въезде в город. Животное наведывается к ним дважды в день. Рыжую плутовку инспекторы назвали лисом. На это имя животное охотно откликается. На кадрах, которые распространили по социальным сетям, видно, как хищница лакомится едой, которой ее прикармливают полицейские, пишет Амурская правда. По словам инспекторов, гостья начала выходить к людям с сентября. Увидеть ее можно в основном вечером. И это все. Спасибо за внимание. Следите за новостями вместе с журналистами Амурского областного телевидения. Заходите на сайт amurobl.tv и amurlenta.ru, а также на страницу канала в Facebook и Одноклассники. Хорошего настроения и удачи. Увидимся на Амурском областном телевидении. Амурский областный телевидение. Амурский областный телевидение. Амурский областный телевидение. Продолжение следует...